Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале и в тайских штучках. Сегодня представляю тайский чай изумрудный молочный в объеме 200 грамм. Других пачек мы не видели. Этот, наверное, вот в таком только виде и выпускается. Это самый известный, вкусный и с узумительным цветом изумрудный чай. История этого тайского бренда начинается с 1945 года. Чай прошел строгую сертификацию по безопасности GMP. И знаю, что наши многие клиенты часто спрашивают именно такой чай ярко-зеленого цвета. Единожды его попробовав, вы будете мечтать об этом напитке снова и снова. У него необычный вкус и цвет. Он действительно изготовлен из зеленых, необжаренных листиков чайного куста. Сушился этот чай над паром молока, поэтому и присутствует у него нежный молочный привкус и легкий аромат джасмина. Этот чай можно пить как в холодном, так и в горячем виде. Его в Таиланде любят и местные жители, и туристы. В жаркую погоду его предпочитают пить холодным и с молоком, или сгущенным молоком, и со льдом. Вообще, на многих лотках частенько продают этот чай, но делают его с разными добавками, и от этого он имеет разный и вид, и вкус. При заваривании чай становится ярко-зеленого цвета, а при добавлении молока приобретает спокойный оттенок чая мачо. В Японии его часто называют мачо. По вкусу он сильно напоминает именно этот знаменитый чай. В состав его входит микс из различных сортов зеленого чая. И по составу этот тайский чай бренд номер один. Он содержит много микроэлементов, витаминов, минералов. Обычно сюда еще и добавляется хлорофилл. Одной упаковки чая хватает более чем на 100 чашек чая. Как его заваривать? Необходимо нагреть воду до температуры 95 градусов. Когда вода в чайнике начнет интенсивно шуметь, и пузырьки будут быстро подниматься на поверхность, необходимо добавить чай из расчета 2 чайные ложки без горки на большой стакан воды. Заваривать его нужно не более 3-4 минут. Затем добавить по вкусу молоко или сгущенное молоко. Также из этого чая делают напиток. Заваривают крепкий чай в стакане емкости 100-150 мл. Добавляют сахар по вкусу, лайм или лимон. В высоте стакан насыпают мелкий лед, полный стакан. Наливают в этот стакан молока, примерно 2-3 столовые ложки. И быстро помешивая вливают сладкий крепкий чай. Перемешивают и пьют через трубочку. В другом варианте этого напитка, который называется зеленый чай-вулкан, сверху в готовый со льдом тайский чай насыпают горочку какао с сахаром. Потом можно перемешать и чай приобретает совершенно другой вкус. Его можно заваривать и пить горячим. И по вкусу добавлять лайм или лимон, корицу или какао. Из этого восхитительного изумрудного тайского чая вы сможете приготовить и также вкусные десерты, суфле, бисквиты, печенье, вафли и многое другое. Этот напиток на самом деле уникальное явление, очень красивое, очень приятное. И я желала бы вам познакомиться с ним. Ну а сейчас я покажу, что тут. Этот чай заварен уже некоторое время назад. Здесь просто слит. Наверное, в какой-то из следующих разов я покажу варианты приготовления этого напитка. Но сейчас вот сам этот чай не так это видно. Сейчас он более темный, он уже настоялся. Когда он только заваривается, он именно изумрудного красивого зеленого цвета. Но сейчас я покажу, добавив в него немного молока, как он будет выглядеть. Посмотрите, какой красивый цвет. Это совершенно не похож на китайский зеленый чай со вкусом молочным. Это нечто иное, очень вкусное, очень красивое и, что самое главное, очень-очень полезное. Так что желаю и вам приятного чаепития. Знаете, что этот чай оригинальный, вкусный, уникальный. И его стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.